Встреча с Александром Лукашенко в Минске предшествовал рабочий разговор делегации Ульяновской области с послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Алексей Русских рассказал Борису Грызлову о достигнутых договоренностях по кооперации между нашими предприятиями и сотрудничеству в сфере туризма и культуры. Среди новшеств обмен туристическими школьными группами между Ульяновской областью и Республикой Беларусь, предложенные принимающей стороной нашим регионам. Борис Грызлов поддержал инициативу. А она напрашивалась сама собой. Разные культуры, но общая история и общие идеалы. Идеальная питательная среда для воспитания будущих поколений. Среди защитников Брестской крепости в 41-м году было и четыре уроженца нашего региона. Вместе с правночкой одного из них губернатор возложил цветы в память бойцов, что стояли насмерть, защищая Отечество. Так что школьно-студенческий обмен – это не только экскурсионные туры, но и большое общее дело. Второй год подряд поисковые отряды Ульяновской области участвуют в Международной вахте памяти с выездом на места боев 154-й стрелковой дивизии, формировавшейся в годы войны в Ульяновске. Это был сводный поисковый отряд Ульяновской области и Брестской области. Работали они в Малевичах, Гомельской области, у вас здесь, в Беларуси. Мы планируем дальше эту работу продолжать и наращивать. Возвращаясь к экономической повестке, сегодня Россия и Белоруссия фактически противостоят натовской агрессии. Оболваненные украинцы воюют оружием, поставленным из Европы и США. Показательно обрубить связи с нашей страной коллективный Запад не ожидал, что процесс импортозамещения можно довольно оперативно наладить не только в отрасли сельского хозяйства, но и по другим направлениям. Например, в авиационной отрасли. У нас сейчас уже началась кооперация между 558-м авиационным заводом, который находится у вас здесь, в Барановиче, и нашим аэрокомпозитом. Также Авиастаром. Это мощнейшее предприятие Ульяновского региона, которое производит большие транспортные самолеты, 76-й Илы. У нас уже есть кооперация между 407-м авиационным заводом и нашим аэрокомпозитом и Авиастаром. Как я уже сказал, здесь довольно-таки большая перспектива, учитывая то, что нам предстоит в разы увеличить выпуск производства транспортных самолетов. Три соглашения заключены по итогам первого дня работы. Всего, как отметил Алексей Русских, подготовлено 9 проектов, исполнение которых позволит укрепить российско-белорусскую кооперацию. Минский индустриальный парк «Великий камень» и «Ульяновская поэз» начали взаимопроникновение. К такому же сотрудничеству сегодня потенциально готов любой белорусский регион. Слишком много у нас общего, чтобы отказываться от партнерства. Мы сегодня много производим мебели. Мы так же, как и вы, заготавливаем, перерабатываем лес. Мы выпускаем сегодня плиты ДСП, мы занимаемся легкой промышленностью. Мы сегодня строим машины, строим экскаваторы, дорожную технику непосредственно. В завершении Брестской встречи Алексей Русских пригласил белорусские машиностроительные предприятия в наш регион на закупочные сессии в октябре. Сессии позволят ульяновским и белорусским машиностроительным предприятиям презентовать свои возможности автопроизводителям, а также найти партнеров по кооперации. В итоге предприятие двух стран получит контракты и выход на новые рынки. Продолжение следует...